Здравствуйте, я Ольга Пырочкина и в ближайшие минуты буду знакомить вас с теми, кто пишет законы. Резные шкатулки, деревянные ковши, национальные чувашские головные уборы, деревянные бочонки для меда в матрешке. Очень много здесь разных удивительных предметов. Однако, возможно, в недалеком будущем увидеть вот такие произведения можно будет разве что в музее. Народные промыслы вымирают, считают специалисты. О том, как их спасать, за круглым столом говорили депутаты Государственных Советов Чувашии и Татарстана. Народные художественные промыслы и традиционные искусства. Они пережили революцию, войны, перестройку. А вот в Новой России оказались на грани вымирания. Заниматься тем, что называют национальной самобытностью, стало убыточно. Что можно предпринять на региональном уровне? Обсудить это с депутатами Госсовета Чувашии приехали их коллеги, представители Государственного Совета Татарстана. Эта тема выбрана, безусловно, не случайно. И в любом случае у нас есть очень много общего между нашими республиками. Прежде всего, это национальный компонент. Мы национальные республики. И Чувашскую республику, и Республика Татарстан всегда очень заботят развитию культуры, поддержание традиций и сохранение истории. История невозможна без традиций и без прикладного ремесла, без прикладного искусства. Может быть, какие-то законодательные акты нужны. Может, какие-то нормативные акты, дающие льготы тем, кто занимается этим. Прежде всего, налоговые льготы или какая-то государственная поддержка. Вот эти вопросы сейчас будем обсуждать. А эти вопросы, они общие, хоть для республики Татарстан, хоть для нашей республики. Существует красивая легенда, как Бог нес по земле корзину с народными промыслами, но споткнулся об Уральские горы. И промыслы рассыпались по всей России. Что досталось при этом, краю 100 тысяч вышивок, понятно. Музей вышивки в Чебоксарах – первая точка, куда ведут гостей. Все свое умение, мастерство девушка вкладывала в этот платок. Двусторонние. У нас были даже некоторые вот селения, по этим платкам сватали. Приходили сватья, родители или там родственники жениха, в дом невесты. Невесту не могли не смотреть, но давали платок жениха. И вот посмотрите, прямоугольная форма, символ земли. И крутили, вертили, смотрели. И только если где-то один узелочек торчит или там что-то задоринка какая-то, все, могли невесту отклонить. Здесь же в музее вышивки наши соседи показывают, чем славятся их умельцы. Пока депутаты рассматривают выставку, мы общаемся с мастерами и задаем им один и тот же вопрос. Какого рода поддержку они хотели бы от государства? Семья Расыха-Салахова изготавливает изделия из кожи войлока с традиционным татарским швом. Он отмечает, его мастерскую необходима финансовая помощь. Это же эксклюзивные вещи, они делаются все вручную и очень редко там в единственных экземплярах. И поэтому у нас прежде всего интересуют, конечно, гранты какие-то определенные. Хотя у нас в республике очень много грантов участвуем, но хотелось бы больше, конечно. Мастер по бересте Надежда из Чебоксар говорит, их семейное дело зависит от того, дойдут ли туристы до их точки продажи. А еще жизнь бы облегчили новые инструменты. То, что можно делать руками, мы можем делать сами. А жизнь идет вперед, все развивается. И многие вещи как бы нуждаются в технической обработке. Вот разные технические такие оборудования, станки, лазерные мощные станки, которые можно использовать тоже на бересте. Вот если была такая возможность, было бы очень хорошо. Директор фирмы художественных промыслов Пахатере, помимо льгот на аренду помещений и разного рода грантов, называют еще один момент. Нужно обновление законодательной базы для борьбы с подделками. Очень много выходцев с фабрики, именно вышивальщиц. И они подделывают нашу продукцию. Мало того, они еще и продают под нашим товарным брендом. То есть говорят, что это фабричные изделия фабрики Пахатере. Мы в данный момент занимаемся регистрацией товарного знака, потому что очень часто я даже вижу мастеров, а у них изделия с нашими этикетками фабрики. Это, конечно, очень большой минус для нас, потому что они народные мастера, они освобождены от всех налогов, и, конечно, их продукция будет дешевле, чем у нас. Но у нас работают модельеры, художники, швеи. После музея вышивки гости перебираются в Чебоксарское художественное училище. Здесь учатся те, кому продолжать дело сегодняшних ремесленников. В нашем училище набирают студентов на такие редкие специальности, как художественная керамика и обработка дерева. На учебу приезжают даже из других регионов. При всем этом в группах в среднем по 10-11 человек. Я надеюсь продолжить обучение художественной специальности и развиваться больше как мастер. Каждый художник, наверное, хочет и свою мастерскую, и свое какое-то дело. Таких, как Ольга, мало. Мечтают про свою мастерскую многие, но тех, кто верит, что так можно зарабатывать на жизнь, единицы. Так что в планах у большинства студентов высшее образование и карьера, к примеру, дизайнера. Пугают молодых все те же перечисленные их взрослыми товарищами проблемы. Недостаточная финансовая поддержка, дорогая аренда помещений, высокая стоимость оборудования и сложности при реализации продукции. Между тем спрос на такой товар есть. Это представители прекрасной половины среди парламентариев подтвердили за круглым столом. Вот даже вот мы приехали делегации, у четверых из, да, у четверых из семерых девчонок наших сегодня, либо сапожки, вот Рима Атласна, да, да, у вас, наверное, батик, да. У каждого из регионов свой опыт. Так для продажи и популяризации изделий народных промыслов в Чебоксарах создан город мастеров. Аналогов в Казани нет. Зато наши соседи занялись усовершенствованием законодательной базы. 1 января 2018 года вступил в силу принятый в 2017 году закон Республики Татарстан о нематериальном культурном наследии Республики Татарстан. Такого закона по качеству Федерального Российской Федерации нет. За круглым столом говорили про систему грантов, про то, как упростить для предприятий получение поддержки по линии Минпромторга и даже про возможность учредить общий Павловский фестиваль. И главное, как всему этому могут поспособствовать региональные законодатели. Есть чему учиться в законодательном плане. Мы обязательно сегодня отметили то, что у них сделано, мы у себя постараемся. И самая главная мысль, она сегодня проходила красной нитью через весь наш круглый стол. Если мы сами о себе не позаботимся, вот как народы, как сохранение наших традиций, наших традиционных промыслов и сохранение их и развитие на высокохудожественном уровне, то мы их утеряем. Конечно, это наше дело, мы должны этим заниматься сами. И Чуваши, и Татары, и Удмурты, и Морицы, и в целом, и в Российской Федерации тоже. Это богатство страны. Они еще совсем молоды, но уже хорошо представляют себе будущее. Мое будущее в Чувашии. Так называется конкурс молодежных проектов, который провел Государственный Совет. Ласточка – любимая птица Чуваш. Считала, что она наделяет маленьких детей даром речи. Если ласточка вела гнездо возле дома или в сарае, то это считалось счастливой приметой. Студентки Чебоксарского филиала Российской Академии Народного Хозяйства изучают, какими чертами Чуваши наделяли тех или иных животных. Делают это они для того, чтобы узнать, чей образ можно использовать. Уже несколько лет в Ранхикс реализуют проект с говорящим названием «Я лав Чувашия». «Лав» в переводе с английского – «любить», а «Я лав» на чувашском означает «знамя». Суть проекта в производстве сувенирной и другой продукции с элементами чувашской культуры и символами, которые имели значение для наших предков. Если брать петуха, петух – это счастливая птица Чуваш. Кроме этого, есть у нас получается волк. Волк у нас вообще в мифологии Чувашия – это предводитель. Тоже у нас получается на досках и на футболках мы его печатаем. Очень положительное животное считается. Проект «Я лав Чувашия» – это проект направлен на продвижение чувашской культуры. Мы немного осовремениваем, так скажем. То есть мы, допустим, используем легенды, сказки, образы из сказок, орнаменты наши чувашки, чувашскую вышивку, какие-то образы литературные. И мы все это соединяем, получается, что такое более новое, современное, на наш взгляд, что мы на себе даже относим и на занятия на это ходят. Помимо образов животных, студенты используют чувашский орнамент и другую символику, а еще пословица. Чтобы значение было понятно всем, продукцию снабжают бирками с переводом и разъяснением. В этом году проект стал одним из победителей конкурса «Мое будущее в Чувашии». Всего в госсовет поступило 75 проектов от 98 авторов. Победители определяли в таких номинациях, как предпринимательство, творчество, волонтерство, патриотизм, лидерство и государственное управление. Мы впервые действительно провели конкурс молодежных проектов «Мое будущее в Чувашии». И все эти конкурсы, в принципе, они направлены на то, чтобы молодежь работала, заинтересована была в будущем. Мы все понимаем, что будущее и нашей республики, и Российской Федерации в их руках. Среди проектов-победителей, к примеру, новые туристические маршруты по нашей республике, арт-центр для детей и родителей, проект по поддержке тяжелобольных. Желаю вам продолжать дальше развиваться, развивать свои проекты и ставить амбициозные цели. Пусть вам говорят, что вы этих целей не достигнете, меньше общайтесь с этими людьми, которые такое говорят, ставьте еще более амбициозные цели и идите к ним. Все равно что-то получится, что-то хорошее. Надо отслеживать те проекты, которые даже после первого нашего конкурса, они выжили, они стали актуальными, они работают. И уже этих товарищей, этих людей, этих ребят поддерживают, в том числе и материально. Конкурс планируют проводить ежегодно. Если бы я была депутатом, в этот раз на эту тему мы предложили пофантазировать участницам проекта «Экспресс-бабушки». И если честно, я ожидала услышать что-нибудь про пенсии или медицинское обслуживание. Однако на деле предложения оказались совсем иного рода. Обсудим их с депутатом Государственного совета Николаем Ефремовым. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, я не просто так предложила нам встретиться на набережной. Давайте присядем и обсудим первое предложение. Наше первое предложение. Я бы приняла бы, наверное, закон, который касается нас, пенсионеров. Это был бы такой закон о социальных путешествиях, о социальных туризме. Чтобы наши пенсионеры могли путешествовать по нашей республике больше, по нашему краю, по нашему, по Волжью, может быть, по рекам, на автобусных маршрутах, по нашей России. Чтобы для этого были какие-то небольшие льготы для них и организация. Ну, вот предлагаю, да, вести такое понятие, как социальные путешествия, социальный туризм, чтобы нашим пенсионерам были какие-то скидки. Вот что делать в этом направлении? Да, я всегда преклоняюсь перед нашим старшим поколением, что действительно, вот, даже просьбы такие, да, маршрутами по нашей республике, ну, по России, нет в них претензий никогда в Италию, в Испанию. Конечно, всегда, вот, я преклоняюсь перед ними за их скромность. Конечно, хотелось бы многое сделать для них в плане, чтобы они могли действительно, когда захочутся на заслуженном отдыхе, могли съездить отдохнуть, посмотреть. Ну, могу сегодня сказать, что экскурсии, конечно, по части паломничества, да, и в Сарова, Нижегородской области, и в город АлатРа можно приезжать. В принципе, там встретят, накормят, никто деньги за экскурсию не берет, вот, хотя бы в таком плане, то, что мне это радует, что это есть у нас. Ну, а фактически, конечно, хотелось бы, чтобы наши пенсионеры пользовались своим отдыхом заслуженным, именно в пользу для здоровья и для, как говорится, в свое время, если не смогли не путешествовать. Конечно, это надо, в принципе, наши друзья, старшие товарищи по Госдуме, вот, я думаю, этот вопрос надо, и они тоже об этом знают, и, в принципе, мы согласен обсудить с коллегами в госсовете, и чтобы этот вопрос, конечно, на уровне Госдумы подняли, потому что здесь практически, в любом случае, нужен федеральный закон. Ну, да, то есть, получается, там даже, где берут деньги за экскурсию, да, пенсионеры могли как-то со скидкой получить? Нет, ну, сейчас скидки есть, скидки есть, я знаю, что скидки есть во многих, и музеях, в АлатРа, пожалуйста, приезжайте, художественный, красивый, кривенческий музей, скидки везде пенсионерам у нас всегда есть, были, есть и будут. Ну, то есть, в вашем округе вы уже работаете на сейфере? Да, 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 вот особенности, пенсионеры, особенности даже вот идут группами, группами, в любом случае, скидка сразу. Ну, что ж, тогда приглашаем наших пенсионеров, экскурс-бабушек, приглашаем, да, в АлатРа. наших старших поколений, чтобы они к нам приезжали. И думаю, что у нас в любом случае мы их встретим хорошо и, естественно, мы их не будем напрягать финансовым вопросом. Давайте посмотрим их следующее предложение. Мы предлагаем создать такой комплекс из детских садов, школ и кружков. Да, такой комплекс детских садов, школ, чтобы было все, видимо, рядышком, чтобы мамам не приходилось из одного района вести в кружок в другой. Так как я депутат по АлатРовскому, домандатному округу. Поэтому могу сказать, что сейчас озвучили этот вопрос. Могу пригласить, что в АлатРовском районе практически школа, детский садик и вся неклассная работа находятся в одном здании. Понятно, что это в целях, как говорится, и энергосбережения все-таки столько зданий иметь. И плюс, скажем так, все это давно находится у нас же в общем здание. В принципе, фактически эта работа ведется, но если взять город Чебоксары, в республике, в районах, я думаю, везде, так что в школах на сегодняшний момент находятся детские сады. В отдельном изоляторном помещении, конечно. Но это какая-то, опять же, потому что действительно детей... Оптимизация, оптимизация, конечно. Оптимизация. Зачем три здания содержать, когда можно в одном здании всех разместить, а все здания сдать в аренду. Так, как это в Чебоксарах? Реально так? В Чебоксарах, конечно, я могу сказать, что здесь все-таки инфраструктура развивается, потому что и рождаемость высокая. Вы знаете, что детские сады... Строятся, да. И в Алатре детские сады, и в Чебоксарах, и в Канашей, и в Шумелях. В каждом детском саде есть художественный руководитель, кто занимается музыкой, рисованием, другими вопросами. Я знаю, что сейчас действительно дополнительное образование, оно приходит и в школы, что кружки... Нет, в школах есть, в школах есть кружки, в садиках есть специальные ответственные люди, кто получает зарплату. Все это в штат включено, поэтому вот... Где нужно, да, это объединение есть. Оно уже идет в республике, в сельских районах, там всегда школа, садик и кружки, они находятся в одном здании практически. Но в Чебоксарах, видимо, можно посоветовать только усилить работу, да? В Чебоксарах, в принципе, в Чебоксарах структуры очень развитые, особенно с детьми, с детским отдыхом, с детских садов, сами знаете, детских школ. Так что здесь, в принципе, проблем-то глобальной нет. Я думаю, что объединение требует там, где это нужно, оптимизация, там это надо, да. Следующее предложение, оно, в принципе, наверное, похоже, в некоторой степени похоже на предыдущее предложение. Я предлагаю, значит, создать клубы для бабушек, конечно, совместно с детьми, чтобы они участвовали в различных мероприятиях, например, вот, театр, кино, например, мультфильмы посещать совместно, занятия, и немножко вот финансово выделяли бы. Мне предложение тоже такое, чтобы вот могли из детского сада или вот с группой детей прийти в театр, чтобы был свободный доступ. Привели, дети устали, увели. То есть их надо приучать с малых лет, слушать большую музыку, красивую музыку. То есть, чтобы, например, бабушка, две бабушки активные собрали, например, несколько детей, да, внуков, не обязательно только своих, и вместе по каким-то льготным билетам пошли в кино. Вот такое возможно? Нет, во-первых, я могу даже сказать, я даже знаю и не только в «АллатРе», и в «Чебоксарах», что в кинотеатрах, если приходит группа, группа, и добавка, если там старшие поколения, и юные поколения, в любом случае, имейте скифти. А вот группа, это должна быть какая-то, видите, если, например, детского сада группа, это один статус, а если бабушка, нескольких группах? Нет, в принципе, здесь, конечно, нужно сделать, ну, опять же, в рамках того же закона 31-го, через ТОС, например, создать там, тоже не мешает, правильно? То есть нужно просто как-то организовать? Организовать, общественное организование, сооправление, создать вот эту группу, что мы будем, там, в принципе, занимаются, я знаю, что занимаются. Посмотрите, у них есть уже объединение, они называются «Экспресс-бабушками», а куда им обратиться, чтобы вот это объединение получило такие же права, как, например, группы детского сада, чтобы получить скидку в кино. Никуда не нужно, нужно обратиться к руководству кинотеатра, театра, театра, кинотеатра, да, заранее обратиться, что мы вот с группой придем к вам, у нас такое объединение, в любом случае, скидка будет. Спасибо большое, за интересную беседу. Все доброе, все доброе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова